Вести Ярославль и Русфонд продолжают совместную акцию помощи детям. Сегодня в ней нуждается Егор Лемов. Мальчику 5 лет и у него очень редкое генетическое заболевание. Подробности о том, как можно помочь малышу, расскажем в следующем сюжете. Егор человек творческий. Пробует рисовать картины на песке, любит прогулки и терпеть не может кашу. Сейчас мальчику 5, а болезнь стала известна практически сразу после рождения. Ребенок много спал, не мог сконцентрировать взгляд, его мучили судороги. А температура тела сильно опускалась. Поставить диагноз помог генетический анализ. Он выявил редкую болезнь, недостаточность биотинедазы. Недуг возникает при нехватке в организме биотина, витамина В7. Поэтому очень важно постоянно принимать лекарства, которые восполняют его дефицит. Утром мы ему после еды даем таблеточку. Это как мел, пищевая добавка. Он ее съедает, взбивает водичкой и все. Нам нужно принимать этот препарат три раза в день. По 10 миллиграмм. Егорушка ходит с большим удовольствием в детский садик. У него есть там друзья. Они играют в мячик. Очень любят дома играть в фасольку, в песок. Если не принимать препарат, тяжелое заболевание может вызвать самые серьезные последствия, вплоть до комы. Болезнь уже успела нанести вред здоровью мальчика. Он отстает в развитии. Запас лекарства сейчас заканчивается. Делать перерыв в лечении опасно. Могут начаться неврологические расстройства, вернуться судороги. Препарат дорогой, государство его не закупает. Привозить из-за границы самим не под силу. По жизненным показаниям, ребенку необходим прием препарата биотин, который производят в Германии. Лекарство восполняет нехватку биотина в организме и позволяет избежать тяжелых осложнений. Препарат не зарегистрирован в Российской Федерации, но разрешен к применению. Стоимость лекарства 315 056 рублей. В семье таких денег нет. Помочь Егору просто. Нужно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. Перевести пожертвования можно и другими способами. Все они указаны на сайте Росфонда. Владельцы айфонов и телефонов на платформе Android могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Анна Мельник, Алексей Карашев, Вести, Ярославль.